Знойная жара, 30+, жители города, особенно по выходным, отправляются на пляж за своей порцией солнечных и водных ванн. К сожалению, в летний период мало кто задумывается о негативном воздействии солнечных лучей. А ведь люди – живые мишени, даже находясь не на пляже, а в городе мы почти постоянно под прицелом. При этом мы все разные, и каждый из нас в разной степени защищен от опасного воздействия солнечных лучей. Люди со смуглой кожей имеют более сильную защиту, а рыжие или блондины с бледной кожей, голубыми глазами, более других подвержены солнечной атаке по причине более низкой концентрации меланина в кожных покровах. Гелоснежные люди не приучат кожу к солнцу так, чтобы стать шоколадными, а попытки эти могут привести к ужасным ожогам. Я могу успеть сгореть за 15 минут на активном солнце. Единственный раз, когда я сгорела прям очень сильно, это я тогда целый, наверное, часа два провела на солнце без защитного крема, в активные часы. Больше я это, конечно, не делаю, потому что у меня опухли руки, у меня начался реактивный миозит, я не могла их полностью даже вот, ну, у меня была в таком положении рука. После чего, когда кожа слезла, ну, естественно, сначала волдыри были, потом слезла кожа, потом образовался струб сверху, это не пройдется с помощью сметанки. Поэтому проще предотвратить. Я стараюсь не выходить во время активного солнца. Это где-то с 11 до 4 часов я стараюсь вообще не выходить на улицу. Ну, когда на работу надо идти, то приходится. Если уже приходится, тогда я обмажусь кремом вся, вот буквально вся. Солнцезащитным с СПФ 50 на лицо и минимум хотя бы 25-30 на руки. Ну, руки, открытые части тела. Вообще, если позволяет температура, то я стараюсь еще и носить закрытую одежду. Если очень жарко, то нет. С точки зрения медицины, загар совершенно не способствует ни здоровью, ни красоте. Ведь это не что иное, как защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетовых лучей. Уже давно доказано, что кожа под воздействием солнца становится более грубой и шероховатой. Также с годами увеличивается количество пигментных пятен. И самое страшное, после солнечных ожогов высока вероятность рака кожи. Людям стоит внимательно наблюдать за родинками на теле, особенно если они начинают видоизменяться. На что нужно обратить внимание? Когда родинка, которая существовала у вас долго, начинает менять цвет, форму, окраску, начинает зудеть, кровить, чесаться, мокнуть. То есть, по-простому говоря, человек начинает ее чувствовать. Это говорит сразу о том, что нужно бежать к врачу. То есть, это называется симптомом активации невусов. Такие родинки должны удаляться. Мы боимся самую злокачественную опухоль – меланому, которая, как правило, возникает на фоне ранее существующих родинок или возникает впервые. Она характеризуется наличием неровных краев, черного или синюшного цвета, может с кровоизлиянием, может с мокнутем. Поэтому, если у вас на коже туловище появляется такое образование или происходит трансформация родинки, края, которые были раньше четкие, становятся неровными, меняется пигментация, появление какой-то ореолы, это опять же говорит о том, что она нехорошая. Распространены в обществе и так называемые народные рецепты, с помощью которых люди без консультации врача самостоятельно пытаются вывести ту или иную родинку, что зачастую заканчивается плохо для самого человека. Результаты бабушкиных рецептов мы тоже встречаем. Эти пациенты приходят с ожогами на местах наличия попелом, родинок. И после получения таких ожогов уже очень тяжело появить реальную картину, которая была до. И снова о загаре. Врачи не против загара, они очень даже за, ведь это природный фактор, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту. А использование солнцезащитных кремов свидетельствует о сознательном отношении к своему телу. Необходимо в первую очередь стараться находиться на открытом солнце до 10 часов утра и после 4 часов вечера. Если все-таки нужно, есть необходимость находиться на открытом солнце в активные солнечные часы, тогда нужно использовать солнцезащитные средства. Солнцезащитные средства нужны, когда ультрафиолетовый индекс больше 2. Как это посмотреть? Любой человек может в приложении погоды на своем смартфоне увидеть такие значения, ультрафиолетовый индекс. Если он больше 2, несмотря на то, что это даже весна, либо облачный день, необходимо защищаться от солнца и контролировать время препровождения на солнце. При выборе солнцезащитного средства желательно отдавать предпочтение средствам, на которых есть пометочка латинскими буквами UVA плюс UVB. То есть такое средство будет защищать от двух типов солнечного излучения. И смотреть градацию по возрасту, потому что деткам до 6 месяцев нежелательно. В принципе, использование солнцезащитных средств должно быть просто защита одежды и нахождение таких деток в тени. Деткам постарше можно выбирать солнцезащитные средства с неорганическими фильтрами, такими как диоксид титана, оксид цинка. Такие средства, как правило, более плотные, тяжелые в нанесении, но зато мы четко видим, где нанесли средства, а где остались какие-то участки незащищенной кожи. Сохранить молодость кожи дольше и уберечь себя от различных заболеваний в будущем можно только относиться к себе, своему телу и здоровью бережно. Сейчас, в настоящем. Продолжение следует...